Рад вас их видеть? Пожалуй, самой интересной фишкой нового обновления является новое обновленное меню пуск. В настройках появилась возможность выбора прозрачности плиток. Максимальное значение 100% можем его изменять как нам угодно. В этих же настройках можно выбрать стиль оформления фонового изображения. Оно может быть использовано на весь экран или же только на плитке. Для расширения возможностей кастомизации было добавлено большое количество цветовых тем. Если не ошибаюсь, на Windows Phone их было около 10 или 15. Второй наиболее заметной фишкой нового обновления в Windows 10 Mobile стал обновленный центр уведомлений. Вместо одного ряда параметров, теперь у нас целых три. Экономия заряда, фонарик, теперь нет необходимости в установке сторонних приложений, заметки, открывается встроенное приложение OneNote. И много чего еще интересного. Однако элементы на первом и втором ряду изменить невозможно. А третий ряд изменяется в настройках. На Windows Phone закрыть центр уведомлений можно было только свайпом с самой нижней части шторки. На Windows 10 Mobile центр закрывается с любого места, что конечно же в разы удобнее. Особенно если у вас Lumia 1520. Третьей фишкой нового обновления является масштабирование интерфейса. Она доступна на всех Lumia устройствах, независимо от размера экрана. Единственное, что будет отличаться, это процентные значения. На моей Lumia 950 XL максимальное значение 450, минимальное 250. Для того, чтобы изменения вступили в силу, необходимо будет перезагрузить телефон. Если взять 640 Lumia, то там в настройках масштабирования минимальное значение будет 150, а максимальное 225. При использовании разных настройок масштаба интерфейса, центр уведомлений будет выглядеть немного иначе. Для тех, кто не знает, если долго удерживать один из параметров в центре уведомления, то откроются его расширенные настройки. В новом обновлении Windows 10 Mobile абсолютно любой системный параметр можно закрепить на начальном экране. Исключение лишь оставляет те опции, которые расположены в центре уведомлений. К примеру, Wi-Fi или Bluetooth. В соответствии с вашими настройками меню пуска, эти плитки могут быть также прозрачными, либо закрашенными. Пятой фишкой является полностью измененная клавиатура. На устройствах с большим экраном можно ее передвигать как угодно. Помимо этого, в настройках можно выбрать левое или правое расположение клавиатуры, для удобства использования одной рукой. Также появился специальный контроллер курсора ввода текста. С его помощью можно изменить положение линии ввода текста. Если допустили ошибку в слове, с помощью нового курсора можно передвинуть линии ввода, исправить ошибку и вернуть курсор в исходное положение. Если он вам не понравился или просто не нужен, его можно будет отключить в настройках. Также можно изменить его расположение на клавиатуре. Помимо этого, клавиатура получила функцию Speech-to-Text, которая переводит устную речь в текст на экран телефона. This is a new feature of Windows Mobile 10. Очень шустро работает, правда, пока только на английском языке. Русский язык, скорее всего, появится вместе с приходом картаны. А когда она появится в России, еще неизвестно. Это были мои топ-5 фишек новой Windows 10 Mobile. Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. С вами же был Антон. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Подписывайтесь на канал. Всего доброго!